В последнее время сборы ребенка в школу даются родителям нелегко, ведь с каждым годом школьные принадлежности становятся дороже, а некоторые из них порой надо еще и поискать. И тут на помощь родителям могут прийти всевозможные школьные базары и акции больших супермаркетов. Низкие цены в Глобусе меня очень порадуют, потому что тонкие тетрадки, потому что у нас в городе очень дорогие, по 10 рублей, а тут можно по рублю очень много купить. Мы каждый год сюда приезжаем, и в Новопустной покупаем все здесь. Мне очень нравится Глобус. Блоки от 60 листов и обычные тетрадки. Очень полезная штука. А если ребенок идет в школу в первый раз, для родителей это становится большим испытанием, ведь 1 сентября их чадо должно почувствовать этот праздник и быть самым красивым на линейке. А тут новые требования к форме, новые учебники, рюкзаки и констовары. Все это нужно купить вовремя, ну и по возможности бюджетно. Хлопот много, забот надо, вещей новых, которые не знаем, забыли. У нас были другие требования в школе, сейчас совершенно другие, соответственно. Ну и приятных эмоций тоже много, тут ребенок растет. Учиться хочу. Вы уже все купили, форму купили? Ну нет, вот еще докупаем. Форму, конечно, купили, основные вещи купили, но мелочи такие, которые... А вот вчера собрание было, надо было докупить, вот сейчас будем докупать. Мне нравятся тетрадки с красивыми рисунками. Например, вот такими. По данным агентства ТАСС, Министерство образования правительства Рязанской области сообщало о том, что сборы ребенка в школу, включая покупку констоваров, учебников, ранца, формы и спортивной одежды, в 2015 году обходилось родителям более чем в 10 тысяч рублей. В текущем году эта цифра выросла до 14 тысяч. Ну, конечно, ощутила, потому что у меня трое детей. Конечно, дороговато. Хотелось бы, конечно, и подешевле ребенка одеть. В целом, сборы ребенка в школу сегодня обойдутся на 10% больше, чем в прошлом году.